Здравствуйте! На этом уроке я хочу провести обзор четырехугольников. Думаю, по приставке «четырех» вы уже догадались, что речь пойдет о чем-то из четырех составляющих. А четырехугольник, как вы догадались, – это фигура. И мы будем говорить о двухмерных фигурах, имеющих четыре стороны, четыре вершины и четыре угла. Например, 1, 2, 3, 4. Вот этот четырехугольник. Хотя последняя сторона получилась не слишком прямой. 1, 2, 3, 4 – это тоже четырехугольник. 1, 2, 3, 4 – это тоже четырехугольник. У каждого из них четыре стороны, четыре вершины и, конечно же, четыре угла. Вот один угол, второй, третий, четвертый. А для второго четырехугольника… Нарисую его в увеличенном виде, так как это интересный случай. Вот так. Один угол, второй угол, третий и вот такой большой четвертый угол. Это внутренние углы данного четырехугольника. Четырехугольники классифицируются по группам, основанным на их свойствах. И основная группа – это вогнутые и выпуклые четырехугольники. Итак, есть вогнутые и выпуклые четырехугольники. Как запомнить, какие именно четырехугольники, да и вообще любые многоугольники считаются вогнутыми? Такие четырехугольники выглядят как что-то вогнутое вовнутрь. Например, вот этот четырехугольник вогнутый, потому что эта его сторона выглядит как бы вогнутой вовнутрь. Есть еще один способ определения вогнутого четырехугольника. Давайте нарисую покрупнее. Так, вот этот четырехугольник вогнутый. Один из внутренних углов вогнутого четырехугольника больше 180 градусов. Например, вот этот угол больше 180. Есть одно интересное доказательство, и, может, я даже посвящу ему отдельный урок. Достаточно легко доказать, что если есть вогнутый четырехугольник, то есть тот, в котором один из внутренних углов больше 180, то никакие стороны этого четырехугольника не могут быть параллельны друг другу. Вторая группа четырехугольников – это четырехугольники, в которых все внутренние углы меньше 180 градусов. Вы, может, скажете, а как насчет углов 180? Ну, если бы этот угол был равен 180, то вместо двух отдельных сторон была бы одна сторона, и это вообще выглядело бы как треугольник. Но если все внутренние углы четырехугольника меньше 180, то такой четырехугольник называется выпуклым. То есть вот этот четырехугольник и этот можно было бы отнести к группе выпуклых. Нарисую здесь, как может выглядеть выпуклый четырехугольник. Четыре вершины, четыре стороны, четыре угла. Есть также интересная классификация выпуклых четырехугольников. Сейчас мы сосредоточимся на выпуклых именно четырехугольниках, и все дальнейшие записи здесь на экране будут посвящены им. Итак, один из видов выпуклого четырехугольника – это трапеция. Трапеция. Трапеция – это выпуклый четырехугольник. А насчет точного определения… Везде встречаются разные определения трапеции. Иногда встречается такое определение. Трапеция – это четырехугольник, у которого только одна пара противолежащих сторон параллельна. Например, вот такой четырехугольник является трапецией, в которой вот эта сторона параллельна этой. А если дать название этой трапеции, например, назвать ее АВСД, то можно было бы сказать, отрезок АВ параллелен отрезку ДС, поэтому эта фигура является трапецией. Но я скажу, что такое определение нечеткое, так как иногда говорят «только одна пара противолежащих параллельных сторон», а иногда говорят «по крайней мере одна пара противолежащих параллельных сторон». Вот если использовать исходное определение, а именно на него ссылается большинство людей, то есть говорить, что только одна пара противолежащих параллельных сторон, то трапеция должна выглядеть примерно вот так. Но если использовать более обширное понятие, а именно «по крайней мере одна пара противолежащих параллельных сторон», то тогда получается, что и такая фигура может считаться трапецией. Вот одна пара параллельных сторон и вот другая пара. А действительно ли является эта фигура трапецией – это уже вопрос. Трапеция – это точно такая фигура, как вот эта. Здесь только одна пара противолежащих параллельных сторон. А можно ли вот такую фигуру считать трапецией? Это зависит от определения, которое дают люди. Если говорить только одна пара противолежащих параллельных сторон, то это не трапеция, так как здесь 2 пары параллельных сторон. А если говорить, по крайней мере, одна пара противолежащих параллельных сторон, то это трапеция. Поэтому я и поставила здесь знак вопроса. Но для такой фигуры есть свое название – независимо от определения трапеции. Четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно-параллельны, называется параллелограммом. Итак, точное название такой фигуры – параллелограмм. Нарисуй покрупнее. Значит, четырехугольник, противоположные стороны которого попарно-параллельны, т.е. эта сторона параллельна этой, а эта сторона параллельна этой. И это будет параллелограмм. В свою очередь, существует еще несколько видов параллелограммов. Есть еще несколько видов. Если все 4 угла параллелограмма являются прямыми, то это прямоугольник. Давайте нарисую прямоугольник. Отделю здесь все, что касается параллелограммов. Все, что я рисую в этой области, относится к параллелограммам. Итак, то, что это параллелограмм, говорит о том, что его противоположные стороны попарно-параллельны. Если мы знаем, что все 4 угла равны 90 градусов, на одном из уроков мы уже выяснили, как вычисляется сумма внутренних углов любого многоугольника, мы можем воспользоваться тем же методом, чтобы сказать, что сумма внутренних углов любого четырехугольника равна 360 градусов, и убедиться, что в случае с прямоугольником так и есть. Но, возможно, мы докажем это в отдельном уроке с вами. Тем не менее, такая фигура называется прямоугольником. Это параллелограмм, так как противолежащие стороны параллельны, с четырьмя прямыми углами. А если есть параллелограмм, у которого углы не обязательно являются прямыми, но при этом все стороны имеют одинаковую длину, то он называется ромбом. Нарисую так. Параллелограмм – это сторона параллельно этой, эта сторона параллельно этой, стороны которого равны, длина этой стороны равна длине этой стороны, а также этой стороны и этой. Это ромб. Итак, все ромбы и прямоугольники являются параллелограммами, но не все параллелограммы являются прямоугольниками и не все являются ромбами. Также есть фигура, которая считается и прямоугольником, и ромбом. Предположим, что это множество прямоугольников. Нарисую здесь диаграмму Вена. Вот это множество фигур. Это множество прямоугольников. И, предположим, вот это множество фигур – это множество ромбов. Как бы выглядела такая фигура – и прямоугольник, и ромб? Ну, все 4 угла были бы прямые, а также все стороны были бы равны. То есть фигура выглядела бы вот так. Это точно был бы параллелограмм – все 4 угла, которые были бы прямыми, и все 4 стороны, которые были бы по длине одинаковы. Конечно, такая фигура является квадратом. Т.е. квадрат считается ромбом, а также квадрат можно считать прямоугольником и параллелограммом. Но, конечно, не все прямоугольники являются квадратами, и не все ромбы являются квадратами. Ну, и, само собой, не все параллелограммы являются квадратами. Например, вот этот параллелограмм не является ни прямоугольником, ни ромбом, ни квадратом. Итак, все это – обзор, дающий представление о классификации 4 угольников. И в следующих уроках мы начнем рассматривать четырехугольники и найдем их интересные свойства. Будем решать интересные задачи, содержащие четырехугольники. А на сегодня все. До встречи на следующем уроке!